доброго времени суток уважаемые подписчики сегодня хочу рассказать вам о том как вот случилось с вами что-то выпали воду промочились еще что-то в лесу зимой где-то провалились как согреться высушиться и не заболеть можете входить на зимний поход какой-то кашмоз кружка есть а больше ничего нет спички есть вот как зимой разжечь на снегу костер принципе все кругом действительно сырой сейчас покажу вы нам не заболеть и чтобы организм наш был крепкий получил иммунитет нам что мы все-таки промокли необходимо сделать какой-то чай как его сделать ищем под снегом вот такие растения называется брусничник вот набираем его сколько тут можно у меня кружки с собой нет просто отказу как-то можно делать и малинник сухой опять же здесь руками наломали сколько он немножко так это вполне всего хватит чтобы заварить чая кружка себе буду брать просто нас есть снег набрали кружку снега и чай можно вскипятить а вот как зажечь костер я покажу еще далее чтобы разжечь костер быстро без дыма эффективно идем ближайший ельник и ищем сухие такие веточки они под деревьями всегда будут сухие всегда по деревьям то есть если даже на улице мокрый снег там под низом дает веточки ломаем их до толщины до пальца который потолще на них и будем кипятить чай берем такую вот кучу хвороста как мы ломали снег чистить не обязательно и берем несколько спичек две штучки берем и делаем так без бумаги без коры без всего другого ненужного вот таким нехитрым способом мы зажигаем с вами костер далее чтоб костер хорошо горел опять ищем какие-нибудь веточки вот они прямо здесь растут елочки возле веточек все вот так вот подкладываем и получаем хороший костер которым можно погреться или из приготовить себе чая из тех же листьев брусники которые мы нашли спас снега и наломали ветки малины которые берем кружка снег топим его здесь даже бросаем потом в растопленный снег листья и ждем пока вода закипит вот у нас будет готовый чай этот чай поможет вам избавиться предотвратить заболевание простудой потому что малина как известно хорошее лекарство от простуды и брусника тоже придаст дополнительного усилия иммунитета вот таким нехитрым способом можно разжечь костер в лесу даже зимой на снегу ну дальше подкидывайте еще больше толще веточки костер будет долго гореть элементарно подписываемся на канал кому интересно понравилось ставьте лайки до скорой встречи спасибо за просмотр!